Семья Изербента получила долгожданные ключи от двухкомнатной квартиры. Историю Серебряковых мы уже рассказывали в одном из наших выпусков. Руководство города тогда отказывалось предоставить им обещанные квартиры. По поручению Рамазана Булатипова на место выхала комиссия во главе с Олибеком Алиевым. И вот сейчас, после долгих споров, удалось прийти к общему решению. А вот к какому, расскажут наши коллеги. Нам что делать больше нечего. У нас сколько районов, сколько городов. И сколько жалоб бывает. Второй раз по одному и тому же вопросу возвращаться. Казалось бы, точка в затянувшемся конфликте администрации Дербента и Семьи Серебряковых уже поставлена. Меньше месяца назад, по обращению вдовы участника войны Ефросиния Ефимовны и двух ее дочерей, уполномоченный главы республики Олибекалиев приехал разбираться в споре. Как оказалось, яблоком раздора стали 42 квадратных метра в ветхом бараке. Точнее, процесс с переселением. Когда общежитие по улице Вокзальная 13 было призвано непригодным для проживания, жильцам взамен предложили благоустроенное жилье. Семье Серебряковых администрация обещала дать две двухкомнатные квартиры. Но уже семь лет женщины не могут добиться положенного. Чтобы прийти к компромиссу, Олибекалиев собрал за одним столом две конфликтующие стороны, призвал администрацию пойти семье навстречу и решить проблему в ближайшие сроки. Почему до сих пор этот вопрос не решен? Если мы друг друга будем обманывать, а как мы будем с народом говорить? Нам же люди доверили какие-то решения принимать и за что-то отвечать. Свои вины в происходящем местные власти не видят. Каждая из сторон готова бесконечно доказывать свою правоту. Но так продолжаться не может, говорит руководитель комиссии. Я хочу, чтобы в лице вас, чтобы другие тоже поняли, что с властью нельзя шутить. То время прошло, когда можно с республиканской власти шутить. Нам что делать нечего, что ли? Мы по поручению головы сюда приехали. Я все понимаю. А почему мы должны приехать сюда? Послушайте сюда. Я же вам еще раз говорю. Если Серебрякова не идет, заключат договор. Вы сами идите к ней, она вдова участник войны, она не может идти. В доме Серебряковых Альбека Алиева встретили как родного, чего нельзя сказать о приехавших с ним работниках администрации. Без споров и разногласий не обошлось и на этот раз. Вас просили явиться в администрацию, заместителю главы администрации. Нет, а вы пишите о результате. В результате предложить вам благоустроенное жилье. По какому адресу? Так вы должны были прийти. Нет, мы тоже не глупые. Раз. Для заключения договора социального нами. Смотрите, какая ситуация. Какая ситуация, я вижу, ситуацию, я вижу. Я вижу эту женщину, ситуации мне не нужны сегодня. Никакие ситуации мне сегодня не нужны, вы понимаете? Я второй раз здесь. Вы на эту женщину посмотрите, слушай, она вдова участника войны, вы о чем говорите? Какие бумаги, куда она пойдет? Очередного раунда затянувшегося спора с муниципальными чиновниками сердце старой женщины в конце концов не выдержало. И Ефросине Ефимовне пришлось вызывать скорую. Благо, все обошлось без серьезных последствий. Альбекалиев призвал две стороны подумать о пенсионерке и сегодня же прийти к окончательному соглашению. Что и было сделано. Серебряковы согласились получить двухкомнатную квартиру по договору социального найма. А администрация, в свою очередь, обещала в ближайшее время оформить документы на передачу этого жилья в собственность. И тут же семье передали ключи от новой квартиры. К обоюдному решению муниципалитет предоставляет ключи семье Серебряковых от новой выстроенной доме-квартиры по улице Вокзальная, 13, квартира номер 2. Ключи я передаю Серебряковой и Елене Васильевне. Поздравляю от всего сердца. Берегите маму. Эти квартиры для мамы. Эта квартира, по поручению деловой республики, долгую мучусь, долгую. Это самые споры были, но на конец сегодня решился вопрос. Очень благодарю вас именно за ваше упорство, за ваше отношение к нам, за все, что вы для нас, для нашей семьи сделали. Перед возвращением в столицу глава комиссии пожелал семье Серебряковых счастливой жизни в новой квартире, а работников администрации призвал не забывать, что каждый чиновник является слугой народа и должен служить на благо своих граждан.